Наемники ЧВК Вагнер заявили, что больше не участвуют в боевых действиях в Украине. Согласно заявлению группы Вагнера, ЧВК действует только в Африке и Беларуси. Отмечается, что вагнеровцы не принимают участие в проведении так называемой СВО. Подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Министерства обороны России, ни где-либо еще. Ранее именно вагнеровцы покрывали катастрофическую нехватку российских солдат на фронте. Сейчас ситуация для кремлевского режима еще больше обострится. Еще в июле разведка Британии заявила, что среднесуточные потери войск страны-агрессора составляют более тысячи человек в сутки. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию на поле боя, Путин пошел на неожиданный шаг. Больше половины российских регионов этим летом увеличили выплаты для привлечения новых контрактников. Так, к примеру, Москва установила рекордную выплату в 1,9 млн рублей в год. Однако и это не повлияло на количество желающих идти на войну в Украине. При этом, как заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире канала Freedom, Путин не может объявить всеобщую мобилизацию. Принятие решения о всеобщей мобилизации будет свидетельствовать о поражении личной позиции Путина в моменте проведения так называемой специальной военной операции. Кроме того, наступление ВСУ в Курской области еще больше усложняет положение РФ. Украинские военные уже взяли рекордное количество российских военнопленных. А чтобы хоть как-то урегулировать ситуацию, стране-агрессору придется перебрасывать свои войска с других участков фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова